А вы когда-нибудь жили возле аэропорта? Я вот сейчас живу возле Шереметьево И я скажу, что это такое чувство Если вы самолеты не любите или безразличны к ним То, наверное, они вам будут мешать А если вы самолеты любите, то, наверное, вам будет даже интересно И на самом деле самолеты вообще не мешают спать Прикол в том, что пилоты самолетов ведь тоже возят пассажиров Чем займемся сегодня и мы Но не на самолете, а на автомобиле В прошлом видео я упомянул, что, скорее всего, перейду обратно в такси Ритм И сказал, что если кому интересно, то я расскажу про этот таксопарк И, естественно, пошли комментарии с просьбой рассказать про такси Ритм Вот, в этом видео, как вы уже поняли, я действительно работаю на автомобиле из таксопарка Ритм И в этом же видео я, конечно же, расскажу вкратце, что это такое И какие там есть, возможно, плюсы и минусы А теперь пара слов о том, почему же опять меня так долго не было Да все дело в том, что в том же самом прошлом видео я сказал, что я намерен опять поехать в Челны в мае Ну вот, уже май кончился И я все-таки поеду, но уже в июне В начале июня я поеду туда точно И все это время я был занят тем, что, ну, так скажем, зарабатывал деньги на поездку Ну, просто мне нужны деньги не только на поездку, а и на то, чтобы завершить дела, которые я там начал в прошлую свою поездку Ну, а те, кто подписан на мой телеграм-канал, те более-менее в курсе, что я и где Поэтому, если вам интересно, куда я пропадаю и что я делаю, возможно, именно сейчас То переходите на мой телеграм-канал, там хоть иногда я что-то публикую Так, что, я приехал Камеру выбираем Пакса не видно Ладно, стоим, ждем Ехать на второй Боткинский проезд Это там, где Боткинская больница, что ли? Я помню, когда я первый раз приехал в эту Боткинскую больницу Лет 7 назад 6-7 А, все, Пакс пришел Здравствуйте Здравствуйте Оказывается, было лет 9 назад Я сейчас посчитал, пока я сюда ехал Так вот, навигатор меня привел вот сюда И я здесь долго вокруг забора входил И искал, где же здесь, блин, вход А вход, оказывается, с другой стороны В то время навигаторы были, конечно же, так себе А тем временем, следующий заказ Отсюда же, неподалеку Продолжение следует... Такси Тесла И 33-й регион Не москвич Вот и попали мы на Тверскую Которая всегда стоит Даже не в час пик Как лучше камеру делать? Вот так? Или на себя? Эту камеру лучше все-таки на себя Ну, вообще, в салон А снимать дорогу нужно вот как-то вот с этой камерой Нужно еще одно крепление Но! Нужно ли? Я уже миллион раз говорил, что я не хочу превращаться в таксоблогера Да, я действительно не хочу превращаться в таксоблогера Я ничего не имею против таксоблогеров Пожалуйста, это отличный контент Я сам Не многих, но некоторых смотрю Короче Я, конечно же, не супер-профи в плане видео, в плане блогерства и все вот это Но какую-то планку я себе уже установил И, если честно, не хочется выпускать просто видосы из машины Там, здравствуйте, до свидания Вот, прошел день, я заработал 15 тысяч Ну, не хочу И поэтому я этого не делаю Но все-таки что-то делать нужно И поэтому вот делаю А чтобы в корне, в корне изменить ситуацию Мне для этого сейчас нужно поехать в парк В таксопарк, в котором я арендую машину И поговорить с начальством о том, чтобы я смог на этой машине съездить в Челны Отвезти некоторые вещи, и в том числе компьютер И в том числе кота Кстати, кот же у меня сейчас в курсе нет Те, кто подписан на мой Телеграм В курсе, что кот сейчас со мной опять Ставим маршрут по делам на базу Ждем заказ И едем на Алтушку Пока стоял в пробке, упал заказ С отеля Метрополь Что на театральном проезде, что непосредственно возле Кремля В отель, на в отель Отель, на в отель Так называется отель, на Новослободской Время в пути, казалось бы, да От Кремля до Новослободской, ну не так уж и далеко 37 минут Это только по центру Это даже в пределах трешки 37 минут, охренеть И коэффициент был 2 с чем-то там 2,0 с чем-то Ну короче, 2 Посмотрим, какая будет цена Если, конечно, не отменят А с Тверской налево Прямо перед Кремлем Лучше всего поворачивать С крайнего правого ряда Несмотря на то, что здесь горит стрелка направо С этого ряда можно ехать Как направо, так и налево И прикол тут в том, что обычно, как правило Этот ряд по сравнению со всеми остальными Самый свободный Так, здесь сейчас поворачиваем направо И вот он сам, собственно, отель Метрополь Здравствуйте Субтитры сделал DimaTorzok Короче На дорогу ушло 50 минут Ушло бы, если бы я поехал на разворот А потом обратно Но я ее высадил через дорогу Она перейдет, ничего страшного А помните, я сказал, что здесь коэффициент 2,0 Знаете, какая была цена? 880 рублей Для коэффициента 2,0 Что-то как-то просто, ну, очень мало На самом деле Тем не менее, пришел еще один заказ Первая Милутская улица, дом 3 На улицу Яблочкова, 12 Коэффициент был 2,25 И интересно, какая будет цена Время на маршрут по навигатору показывает 13 минут Ну, давайте примерно прикинем 13 минут Если без коэффов Это было бы рублей 250 Плюс-минус там Ну, 250 Коэфф 2,25 Получается, как минимум, 500 Должно быть А по идее, где-то даже 550 Посмотрим, сколько будет Здравствуйте Здравствуйте Яблочко Ага Спасибо большое Пожалуйста До свидания До свидания Всего доброго 468 Я вообще даже близко не был Какие 500 Какие 550 Скажите мне, что происходит с радио Мегаполис ФМ Точнее, с волной, на которой вещала радио Мегаполис ФМ 89,5 Пароход наш старый стран Мировотяне Вот такие песни сейчас на волне Мегаполиса Это какое-то радио Калина Красная Что это такое? Откуда это? Ладно, а это Это карта с заказами такси Ритм 5 заказов сейчас онлайн Они есть, заказы в Ритме И они стоят сильно дороже, чем в Яндексе Я, конечно, напрямую Вот я лично сам напрямую не сравнивал Но коллеги говорят, что в Ритме по Эконому Тариф примерно плюс-минус такой же, как в Яндексе По Комфорт Плюсу Нужно бы как-то попробовать Но так получается, что все заказы где-то вдалеке от меня Сколько я работаю, ни одного заказа по Ритму не выполнил Позор Все хочу, но что-то все не получается Яндекс привычней, что ли Но есть ребята В нашем Ритмовском чате, по крайней мере, точно Есть ребята, которые работают чисто по Ритму Яндекс практически не возят И неплохо зарабатывают Если им верить, конечно А мы тем временем подъехали Не знаю, видно, нет С этой камеры сейчас Но там машин просто целая стоянка битком Прикол Может мне пересесть На Элантру Хотя бы На Элантре было бы поприятнее поехать В Челны Автопарк А вот я нашел Камери, на которой я ездил 65-й Вот он, красавчик стоит Пересесть, что ли? Блин, вот этого у меня не было Это сделал не я А так В основном Одни Солярисы И немножко Элантр Пожалуй, это один Наверное, единственный недостаток Это то, что Довольно скудный автопарк По сути, здесь предлагается Хёнде Солярис Хёнде Элантр Хёнде Соната Ну и Тойоте Камри Но, с другой стороны Не все ли равно Чем плох Хёнде Солярис Он не отличается от Кеа Рио Практически ничем Чем плох Хёнде Элантра Он практически не отличается от Кеа Серато И чем плоха Соната Ведь она практически не отличается от Кеа Оптимы Ну и, по крайней мере Если уж вы хотите полного комфорта То Камри Камри Это, пожалуй, самый комфортный автомобиль В такси Который вообще вы где-либо можете найти Ну а так, если вы автолюбитель И любите водить разные машины То здесь выбор довольно скуден Но если вам машина нужна чисто для работы Для заработка То здесь выбор есть А пробки тем временем в Москве уже 9-ти балльные 9 баллов на 6 часов вечера И смотрите, кэфы-то горят Но, знаете, туда я соваться не хочу Постараюсь этого не делать Я туда сунусь только когда Пробки пойдут на спад Уже когда там будет 7-6 И тогда уже можно соваться в центр Поэтому я выхожу на линию Правда, непонятно, при чем здесь поэтому Но, тем не менее, я выхожу на линию И начинаю работать И да, о чем я хотел поговорить с начальством Я поговорил Моя поездка в Челны одобрена Я поеду скоро И приходит заказ кэф-1-39 С Алтушки на Уссурийскую улицу Это где-то здесь по северу 4 минуты до пассажира Поездка будет длиться 30 минут 30 минут, да Но я сказал где-то на севере Но это скорее на востоке Ну, главное, что я не сунусь в центр А 24 километра и полчаса поездки Учитывая, что это довольно-таки далеко Должно быть рублей 600 А поскольку кэф был 1,24 Да, я сказал Значит, цена должна быть Рублей 700-800 Где-то так, да Посмотрим Не будем загадывать Как мы уже выяснили Загадывать не очень хорошо Потому что, как правило, получается все совершенно по-другому Здравствуйте Уссурийская, да? Да Продолжение следует... Хороший вечер До свидания Чуть больше чем полчаса И 800 рублей Я угадал Это что же получается Тот заказ в центре Длительностью 40 минут С коэффициентом 2 Стоил практически столько же Как этот заказ С длительностью 35 минут И с коэффициентом 1.2 Все что вам нужно знать О ценообразовании в Яндекс.Такси А мы в Гальяново Кстати Гальяново считается Одним из самых Неблагополучных Районов города Считался раньше Сейчас я не знаю Я уже давно не интересовался Но когда я интересовался Это было так Гальянова Западная Или восточная Бюрюлева Капотня Это все примерно Одного поля ягоды Как бы типа Но мне кажется Сейчас особой разницы нет Везде все плюс-минус Одинаково Не считая центра Конечно же И запада Интересная Интересная особенность Автомобиля Hyundai Solaris На котором я сейчас еду Сколько я проездил На этом автомобиле Не конкретно на этом А на нескольких таких же Я вот только здесь И сейчас Ну может быть пару недель назад Узнал что Оказывается На Solaris Даже в самой бедной Комплектации Есть Электрорегулировка Сидения Но Не по вылету И не вверх-вниз А Валик Для упора спины Это очень удивительно Я не ожидал Его здесь увидеть Но когда я узнал Что он здесь есть Я реально удивился Никаких электрорегулировок Нет Но Поясничный подпор Есть С электрорегулировкой Это кореец Ребята Это кореец Здравствуйте Не закрыли Нет Саша Малочки Нету Как-то Тоже Онлайн Перевод Да Можно Итак Я попал В Люберцы Ненавижу попадать В Люберцы Я думаю Мало кто Вообще Любит попадать В Люберцы Я даже знаю Людей Которые Живя Где-то Здесь В Люберцах Не любят Работать В Люберцах Слишком Много Слова Люберцы Оказавшись В Люберцах Довольно таки Тяжело Отсюда Выбраться Куда-то Обратно В центр Москвы Особенно Особенно Если ты Работаешь На комфорте И тем более На комфорт плюс Если на комфорт плюс И попадаешь В Люберцы Не только Любятся Балаших Какой-нибудь Железнодорожный Ну в общем Восток Юго-восток И все Вот это И вот Это Очень сильный Плюс Работы На Экономе Из любой Жопы Ты можешь Выбраться В любом Направлении И вот Например Сейчас Мне очень Сильно Повезло Я еще Не успел Высадить Пассажира Как мне Упал Заказ Из Люберец Знаете Куда В аэропорт Шереметьево Это просто Уму Непостижимо Удача Просто Неимоверная Но Вот так Вот бывает Высадил Челика И Сразу же Отсюда же Уже У меня Есть заказ На беговую Аллею Вот это Хороший заказ Вот это Заказ Хороший Полчаса Поездки Из аэропорта На беговую И Тысяча Рублей Чуть поменьше 946 А из Люберец В аэропорт Кстати Было 50 Ну практически Час И полторашка Иногда Все таки Аэропорты Это круто Но В целом В аэропорт Я ездить не люблю Особенно Домодедово Напишите мне Кто-нибудь любит Из вас Ездить в Домодедово Ну Имеется ввиду Таксист Конечно Я нет Туда Уехал И все Там Ты оказался В чистом поле То есть Или ты ждешь Заказ Из аэропорта Непонятно Сколько Ну как повезет Либо ты Пустым Едешь в город Потому что Там Вокруг Аэропорта Ничего нет До ближайшего Населенного Пункта Тоже Нужно Очень Далеко ехать В Шарике Чуть получше Там недалеко Химки Там недалеко Долгопродный Там вообще Как бы Есть жизнь Вокруг Аэропорта А Внуково Так он вообще Практически в городе Там московский Там рассказывка То есть Ну Внуково Это самый такой Удобный Аэропорт Так Ну че Как я оказался В такси Ритм Нужно ведь Рассказать Да Наверняка Многие Из вас Помнят Ну Кто меня Давно Смотрит Что Первые Мои Видосы Про Работу В такси Были Таксопарк Ритм На Алтуфинском Шоссе И вот Так я там Собственно И оказался Так я там И завис На долгие Долгие годы Ну на самом деле Прошло Почти что Долгие годы Уже Прошло Чуть больше Двух лет Ничего себе Вообще По Москве У Ритма Несколько парков Я не помню Сколько Но самый главный Парк находится На Кантемировской Там и больше всего Машин И там Свободных машин Просто очень Много У них есть Своя диспетчерская То есть По Ритму Тоже можно делать Выполнять заказы Там как правило Ценник На порядок Выше чем У Яндекса Но я вам уже показывал Как там выглядят Заказы В этом же видео Но цены там Реально выше Чем у Яндекса И больше мне тут В принципе Сказать нечего Потому что Заказы по Ритму Я еще пока Не выполнял Да Вот так вот получилось Но зато Есть что сказать Непосредственно По аренде Автомобиля Ну Во первых Давайте По графику Здесь график 6.1 То есть 6 дней Аренду платишь И седьмой День Он бесплатный И в этот день Можно работать Можно не работать Что хочешь То и делаешь То есть Машина остается у тебя Она домашняя И седьмой день Аренды Он бесплатный Ну то есть Как бы выходной Есть накопительная Отпуска То есть Для новичков Это За первые 150 Отработанных дней Предоставляется Не помню По моему 10 Выходных подряд Уже плохо помню Но Как бы более точная цифра Вот вы сейчас видите На экране А не для новичков За каждые По моему 26 Отработанных дней Предоставляется Еще один Дополнительный Выходной И таким вот образом У нас получается Что 6.1 То есть По одному выходному В неделю И каждые 26 Отработанных дней Еще плюс Один Выходной Все эти Выходные Можно в принципе Накапливать Что я собственно И делаю Для того чтобы Съездить в Челны И чем я собственно Воспользовался В прошлый раз Когда я ездил В Челны На Санате Зимой Полтора года назад И поскольку Я еще В то время Был Новичок Я отработал 150 Дней И получил 7 выходных Точно Я до этого Сказал 10 Я сейчас вспомнил На самом деле 7 Вот я получил 7 выходных И поехал В Челны На новогодние Каникулы В январе Это очень удобно В принципе Вот это мне Здесь нравится Что еще сказать На самом деле Я не знаю Потому что У меня нет Большого опыта Работы В разных Парках И мне Особо Не с чем Сравнивать И поэтому Я не могу Толком даже Сказать Что здесь В чем-то Луже Чем в других Парках В чем-то Хуже Чем в других Парках И мне кажется Что здесь В принципе Условия Ну плюс-минус Наверное Как везде Машина полностью Домашняя Обслуживается Полностью В парке Я заправляю Только бензином И мойка На мне И в принципе Все А плюс К аренде Там еще 150 рублей Обеспечительный платеж Накопительный Он копится Не помню Там Или до 20 тысяч Или до 30 Или до 40 Это понятное Дело Зависит От того На какой Машине Ты работаешь На эконом На комфорт Или на комфорт Плюс Эта сумма Естественно Возвратная Я ее уже Возвращал Ну то есть Забирал Так что Тут все честно Вообще парк Честный Тут же есть выкуп Кстати да Тут есть выкуп Но про выкуп Я вам ничего Не скажу Это нужно Обращаться уже Непосредственно В парк У меня была мысль Выкупить Но потом я прикинул Какой мне выкуп Блин Я блогер Мне нужно делать Видосы А если я буду Выкупать машину Там уже будет Точно не до видосов Поэтому я не стал В это ввязываться А так в принципе Два года работаю Я бы уже Практически бы Выкупил какую-нибудь Машину И люди выкупают Опять же Тут все честно Ручаюсь За этот парк В этом плане Я ручаюсь И нет Никто мне не платил Никому я не продавался Все что я сейчас Рассказал Это все Отсюда То есть я все это Сам выдумал Да Нет То есть это все Мои личные наблюдения И впечатления А никакая не реклама Просто кто-то мог бы Так наверное подумать А вы смотрите Видос дальше Мы поедем дальше сейчас Давайте доедем куда-нибудь Куда мы ехали Уже доехали Мы уже доехали Мы уже доехали Да Тут стоять просто нельзя Вот в чем дело Зайди в банк Давай я переведу И мне потом переведу Давай я переведу Давай я переведу И мне потом переведу Да Давай идти Говорите куда 985 985 985 132 У меня такой нет функции Какая-то карта есть? Нету Почему у меня сбербанк не берет? 985 Может у тебя есть 400 рублей? Да и короче Да конечно есть У меня один А можно мы вопрос Вот все Вот наличие Да нормально Денег дадим Да конечно Я сдачу дам просто И скажу Все надо сдачу Там 350 рублей Да можно Пойдем До свидания Сиди меня за ногу За две Спасибо Смотрите Это жирафис Это же Рафис Камалединов Да точно Это он Его машину Можно узнать Из тысячи Вот это прикол Я впервые За Хрен знает За месяц Наверное Взял Камеру В машину Да Вот сегодня И так получилось Что Случайно Я его Заснял Если кто не знает Это таксоблогер А кто знает Передайте ему Привет От меня У него В комментариях Ну а я уже На самом деле Только что Приехал домой И да Эти комментарии Были закадровые Потому что Там я ехал С пассажирами И не буду же Я с пассажиром Ехать И говорить О Эти жирафис Время Три часа Ночи Или утра Или утра Как правильно Сказать Очки То уже Можно Снять Итак Сегодня Мой Доход Я сегодня Заработал 1240 Рублей Дело в том Что Сегодня Уже Пятница Это Доход Сегодня В пятницу После полуночи Я Вас Немного Патролил А Вчера Вот Вчера Было 1 июня 997 Рублей Это Опять Был Троллинг Нет Дело в том Что Это Второй Аккаунт Не аккаунт Аккаунт У меня Один Но я Работаю Через Два Парка Как бы Сказать Это Парк Пилот И я Через Него Работаю Для того Чтобы С баланса Этого Парка Платить За Аренду Так Основной Заработок Когда я Работаю Как Самозанятый И Как Самозанятый Я Заработал Сегодня 1390 Черт Опять Не та сумма Это же Второе Число Это же Опять После Полуночи Я Сейчас То есть Я И там Заработал Тысячу После Полуночи С чем-то И здесь Тысячу С чем-то Уже Неплохо Но 8000 8000 Я заработал Вчера Вчера Было Первое Июня Кстати Первый день Лето Был Да Круто 8000 И плюс Еще та сумма Которую я вам Показал Вначале Через Парк Пилот Не помню Сколько там Было Тысяча Да Плюс 1390 Который Вот сейчас После Полуночи Короче 1009 Наверное Я заработал Грязью Я и вас Запутал И запутался Сам Короче Вот Все Цифры Все Я не знаю Точно Когда вы Смотрите Этот ролик Но я знаю Точно Что Я в это Время Уже В Челнах Я туда Уехал На Рабочей Машине А еще Подписывайтесь На телегу У меня же Есть телега Вы не знали А она Есть Короче Публикую Всякие Записи Фотографии Чаще Чем На ютубе И поэтому Если вам Интересно Где я Что я Подписывайтесь На телегу А пока Всем Пока Это Чужая Фраза Просто Пока Субтитры 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 Субтитры